Я приветствую вас, дорогие мои друзья, вы снова на канале AngelPlanet, и мы продолжаем обучение колоде Таро Девиантной Луны, Таро Безумной Луны. Пока я рассказываю, не забудьте поставить лайк, подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Итак, мы продолжаем. Я рассказываю, как в моей практике арканы проигрываются, в сочетании с чем они могут проигрываться. Делюсь своими лайфхаками по поводу обучения Таро и вообще по поводу этой колоды. Итак, следующий аркан у нас идет, это аркан силы. Что же мы видим на этом аркане? Мы видим, скажем так, цирковую арену, или по крайней мере, Патрик Валенца нам на это намекает. Сбежало какое-то чудище, и вот силач, скажем так, поймал его и пытается победить. Кто-то в клетку со львом входит, кто-то с крокодилом, вот нечто тут похожее. С одной стороны силач побеждает, а с другой стороны мы видим, что чудище хвостом обивает ногу силача. Аркан силы, о чем он нам говорит. Как он проигрывается в раскладе, например. На отношения. Показательные выступления могут быть в отношениях. Люди могут мериться силами, кто больше зарабатывает, кто лучше, кто круче. Или отношения могут быть на показ, да, а искренности может не быть. В чем-то, не во всем, но в чем-то. Или насильно мил не будешь, сопротивление любви. Да люблю я тебя вот из этой серии. Там может происходить какой-то момент, что чувство человек скрывает, особенно если рядом закрыты какие-то карты, карты закрытости, карты колесницы, да, ну я же сказала, люблю, что еще надо. Может указывать на насилие в семье, в отношениях, особенно физическое. Если рядом мечи, негативные карты, да, то это может указывать на моральное давление. Но если рядом всякие башни, арканы, да, ну на физическое насилие. Может указывать неадекватное поведение, спешки, гнева, ярости. На это может подсказывать карта, ну в раскладе, да, смотря какие арканы рядом, могут как бы подтверждать положительное влияние или подтверждать отрицательное влияние. В сексуальных отношениях может быть грубость применена, не совсем приятные моменты. Такая девиация садомазохизма может проявляться. Для работы. Для работы аркан хороший тем, что, он говорит, применяем силу воли, движемся вперед, держимся, не сдаемся, побеждаем себя, внутренние страхи и всех вокруг. Если человек работает на предприятии, на каком-то, на фирме, то может происходить такое сопротивление, да, может быть конфликт с начальством какой-то такой скрытый. Или своих денег надо добиваться, да, чего-то надо добиваться. И обязательно, ну вот, кому-то легко все дается, а кому-то через аркан силы дается. Или кто-то такой сильный. Если рядом правосудие, будет влияние власти, налогов. Силы могут отжимать какие-то моменты в раскладе, принуждать через принуждение, да, через насилие. Через какую-то такую, да, официальную девиацию, да, ты вот неправильно поступил, мы тебя принудим тогда вот к этому, да, особенно страшный суд и вообще карта правосудия. Если они все выйдут вместе с этим арканом, они будут указывать на влияние властных силовых структур, силовики. Могут быть и даже проблемы с арконом, если рядом еще башня стоит. Но это только на запрос, на запрос в работе, да, в финансах, на финансовом канале может так проигрываться. Опять же, смотрим, в связке с чем идет. Потому что остальные арканы, они или поддерживают, или отрицают, они показывают эту девиацию. Но в любом случае оно может быть, даже если вдруг вы раскладываете, понимаете, что есть какое-то насилие, моральное, как минимум, оно есть. Следующий аркан у нас. Переходим к аркану повешенного. Что мы видим на этой карте? Мы видим, что тут человек подвешен за ногу. На другой ноге висят часы. Но время уже, ночь, темно, а часы, что показывают? Неправильное время показывают, так часы давно встали. Это набег на непунктуальность данного человека. Человек, получается, сам попал в западню, в ловушку, висит и готов дальше висеть, и ничего не менять, ни часы переставлять, ни уходить из этого повешенного. Корни его волос простоят буквально в землю. Вообще, если так, живой человек повеснет вверх над нами, будет четыре часа висеть, то все, а то кровь натечет в мозг, и конец придет. Нехороший момент, да, нехорошие последствия по этой карте могут быть, как бы не сейчас, но потом. Для отношений, как карта эта проигрывается, один безответственный человек, для которого тайминг пунктуальности ничего не значит, как бы подвешивает в другом состоянии своего партнера или партнершу, да, ну, говорит, мы подумаем, окончательных ответов не дает, гештальт не закрыт, ну, мы посмотрим, но это еще не сейчас, будем решать проблемы по мере их поступления, да, то есть вот может тянуть кота за хвост вот таким образом. Или человек не свободен от кого-то, кому-то должен алимент платить, особенно если рядом идут карты, подтверждающие это, что есть третьи лишние лица в его жизни, или прошлые отношения не закончены. И он как бы до конца морально не расстался, от этой созависимости не ушел, вот он начинает мямлить. Реакция, естественно, в раскладе может быть такая, проигрывается, по крайней мере, у меня так как-то раз проигралось, что, ну, женщины начинают уже расстраиваться, начинают от него требовать через туз мечей, через королеву мечей. Ну, решение вопросов, какой-то определенности, чтобы добиться, достичь, потому что это нормальная реакция, да, и потом мужчины, конечно, говорят, что вот нам ложечкой мозг выедает. На самом деле мужчины не знают, как они вот этим повешенным, подвешенным состоянием выкидывают мозг женщинам, почему такая реакция идет. Ну, вот, как минимум, вот поэтому. Так же человек считает себя жертвой сложившейся обстоятельств, я не я, все вокруг виноваты, это работодатель, это работа, никуда не уйти, или показывает на то, что, ну, вот, я там должен никуда не уйти, никак это не изменить, не знаю, что делать, как быть. Как бы человек сам себя в этом заставляет оставаться. И чем больше он откладывает, тем больше он в этом закапывается, тем хуже ему становится, пока, да, не произойдет какая-то серьезная перемена в жизни. Он ее как бы ждет, но она не происходит, ну, потому что он сам должен что-то решать, ну, так как часы и время, тайминг, пунктуальность не про него, ну, он так-то и не торопится, да, может, и по течению плывет. Карта может давать совет взглянуть на мир под другим углом, или может дать совет, что, ну, раз вы смотрите сейчас, вот, да, раз все встало, надо действительно посмотреть на эту ситуацию под другим углом. Эта ситуация специально вам нужна, ситуация застой, что вы посмотрели, что вы выпускаете, отношения с кем, и где вы не правы, где вы не вовремя. Ну, это для квирента, да, в раскладе может проиграться, и для квирента это клиент, на кого мы смотрим плюс его там партнер и партнерш в отношениях. В качестве работы. Работа может быть застойная, замороженная, заземленная, пересмотр проектов, не совсем стабильная, в плане того, что все стабильно, что аж прям все протухло, слишком стабильно, что, ну, и ничего нету, да, на заводе тоже можно работать, а зарплату по 3-4 месяца не платят, и виноват во всем кто угодно, только вот не этот человек. Он может устроить у себя жертву, но при этом не увольняться, не уходить с такой работы. Жертвит или понукают его начальники, да, работы давай, он не хочет, сам ленится, а потом их и обзывает всех начальников, что это вот они такие, его бедненько принуждают. Ну, жертвит, да, если жертвить, это такое деструктивное чувство. Человек обзывает жалость, но жалость это не любовь, пожалев однажды, дважды уже не пожалеешь. То есть человек может вызывать такую жалость, да, вот, я не виноват, все, все они. И с работы не уходить, или работу не менять, или сам что-то не понимать в таком случае. Как бы и сам человек из-за своей непунктуальности, или из-за того, что, может быть, планы не строил, как бы вот попадает в ловушку. Или он слишком много к себе жалости хотел, поэтому попал в такую ловушку. Может проигрываться в такой момент и в работе, и в отношениях, вообще в рабочих отношениях. Вообще любые отношения, как стратегия, они как на работе проявляются, так и дома, да, и человек, он как-то, ну, меняет социальные роли, но стратегии реализуются и трансформируются, как бы переобуваются. В отношениях вот так, а на работе вот так. Это может быть один и тот же человек, и по этому аркану можно понять, как он себя ведет на работе, и как он себя ведет дома в отношениях. Может, он там так же ходит, ничего не зарабатывает, и женщине конкретных ответов не дает. Следующий аркан, это у нас аркан смерти. По этому аркану мы видим неприятную картинку. В плане восприятия он тяжеловатый, по крайней мере, для меня. К тому же, вот кто считает, что это колоды темные, здесь вот сожженный крематорий, тут сама смерть стоит и попирает ребенка, унижает его. Он не хочет жить, хочет обратно вернуться в луну матери, но нет, она снова беременна, и причем это на сожженном поприще, на пепле, такие лошадиные черепа. Карта пепла, гниения, ну вот такая вот она, да, черная, как нефть из недра земли. Для отношений карта проигрывается, как один другого может попирать, пропирать, прижимать, выдавливать, что вот отношения закончились, потому что все-таки, ну вот, один другого выдавил. В моих раскладах может еще проигрываться, как и материнские отношения, детско-родительские, что ребенок пострадал в детстве от матери. Особенно если рядом карта силы, да, какое-то насилие моральное точно было. Ну, может быть, и физическое. Иногда у меня на отливках физическое насилие, она тоже, ну, агрессия родительская, она тоже может демоническими процессами вливаться. Вот в таком роде проигралась семерка мечей была еще в раскладе. То есть там понятно было, что человек неосознанно это делал, ну вот, мать ребенка обижала. Также по этой карте развод, да, у родителей, смерть, отношения страдают дети. Если они есть, страдают дети. Если детей нету, в качестве ребенка страдает женщина, да, потому что она все равно ниже, под защитой должна находиться у мужчины. Мужчина должен быть выше, а он как бы, вот видите, попирает по социальным ролям. Если нет детей, смотрите тогда по социальным ролям, кто где кому как приходится. Карта показывает, что все отношения закончились. Карта страданий, депрессивное состояние, суицидные мысли могут появляться у людей. В такой карте, да, может, если карта рядом, хорошее состояние, хорошее отношение, карта может указывать на то, что хорошее отношение вроде есть, а любви нет. Как бы не его человек, не ее человек. Смотреть надо эти отношения. Ну, какие карты, какие арканы рядом, что подтверждают. В плане работы. Работа, все, конец, все сгнило. Тут тоже депрессия может быть от того, что работа пропадает, все когда-нибудь завершается. По этой карте просто человек не знает, как дальше жить. Он ничего не чувствует, что ни в отношениях, что ни в новой работе, он не чувствует. Он чувствует только себя, чувствует свои страдания сильные, эмоциональные, надлом, надрыв, депрессии. Бизнес обычно связан такой, да, могильный, кладбищенский, потусторонний. Бизнес с этим может быть связан или окончание бизнеса, окончание работы. Итак, следующий аркан, аркан уверенности. Мы видим тут ангела такого. Он такой беззащитный, белый. Я говорила, да, о цвете кожи, о беззащитности какой-то. Когда у них нет волос, они такие ранимые. Те, у кого есть волосы, есть связь или с низом, или с верхом, как было сказано в предыдущем видео. Можете посмотреть, вспомнить этот момент, который я описывала. И еще беззащитность данного ангела подтверждается тем, что у него такие, да, крылья надломленные. С одной стороны, он льет воду, переливает из пустого в порожнее. Но вообще-то, как вода чистит, и ангел тут лечит. Ангел занимается лечением. Это восстановительный период, или он идет. Если он после депрессии, то значит человеку нужно все по расписанию. Как в советском санатории. Утром встал, зарядочка, на завтрак, погулял, подышал, обед, поспал. Потом пошел туда на процедуры. Вечером посидел, полежал, почитал. Вот это все об этом. Потому что отношения нуждаются в реабилитации по этой карте. По этой карте нужна стабильность, нужна умеренность. И она, например, в отношениях уже происходит. Особенно если был надрыв, скандал. Люди могут, конечно, не разговаривать друг с другом. Из-за этого сексуальных отношений нет. Потому что как раз-таки эта карта показывает реабилитацию. Вроде как все стабильно, хорошо. Сил нету на кекс. Но хотя бы вот давайте вот так дальше вместе живем. Да, обыденность, да. Но эта обыденность иногда и лечит. Говорят, время лечит. А каким образом оно лечит? Не просто время проходит. Мы же как-то проживаем это время. Вот оно таким образом протекает. Пока этот ангел льет. Порожнее наливает в одну, в другую. Переливает. Переливанием воды занимается. Он буквально занимается переливанием вот этого времени. Переворачиванием этих часов. С песочком. Ну, в данном случае с водой. В плане работы. Работа может быть связана с врачами, с психологами. Или работа сейчас требует обсуждения, разъяснения, стабильности. Такой больше поговорить. Оно решит больше проблем, нежели сейчас действовать. То есть, с другой стороны, если рядом хорошие карты, стабильная работа. Утром устаем, приходим на работу. Рабочий день заканчивается. Вечером приходим с работы. Все, ничего не меняется. Карта для работы может и хорошо проиграться. Особенно для тех людей, кому нужна стабильность и безмятежность. Не трогайте меня. Я работаю. Вот мне вот этого вполне себе достаточно. Как эта карта может проявляться в девиации? Посмотрите на беззащитность ангела. Он может неадекватно расценивать свои силы. Девиация может проходить через непонятные диеты, через болезненность, через аналексию. Через то, как человек себя оценивает, к себе придирается и хочет себя изменить. Следующий аркан. Пятнадцатый аркан дьявола. Мы здесь видим напрямую прямо-таки дьявола, вампира такого, который порабощает такой вампиризм, магнетизм животный. Вот он высасывает энергию, как присоска, вампирит. Понимаете, о чем намек, да? Что человек один может другого вампирить. Особенно в раскладе надо посмотреть, куда направлены лапки этого вампира. Значит, тот человек под угрозой. Или что-то под угрозой. Деньги, например, да? Деньга утянется. Из-за этого денег нет. Он как бы вот из преисподней появился и все вокруг сжигает. Он может, конечно, этот дьявол, да, дьявольский магнетизм давать хорошие результаты в материальном плане. Но, как известно, не привязывайтесь к материальному, иначе ждет какая-то расплата. Не забывайте о духовном. Вот дьявол появляется тогда, когда человек забывает о духовном. Он дает очень много материального, но потом и требует плату взамен. Для отношений что может быть? Как эта карта проигрывается? Может проигрываться как созависимость. Созависимость есть не только от алкоголя и от веществ. Человек созависимость не всегда выглядит так, как мы видим ее. Если человек зависимый, он будет просто свою зависимость, как аркан, перекидывает на другой столб. То есть, если созависимость есть, и ее никак не отрубить, он просто играет. То туда закинет, то туда закинет, то туда закинет. Вот эту созависимость надо отрубать. Особенно если рядом нехорошая карта, это такая привязка созависимости. Кто-то сделал негатив, привязал, приворот, особенно если рядом луна. И другие карты, показывающие привороты, дурак. Ну и в дальнейшем я вам тоже покажу еще одну карту, которая будет указывать на приворот. В будущих видео расскажу о ней, а не сейчас. Мы продолжим по поводу нашего вампира, по поводу делу. Созависимость по веществам может отдельно показывать. Может показывать отношения такие, что человек всегда хочет любви, но действиями их не подтверждает. Созависимость может показывать кто-то один жертва, особенно если рядом повешенный, а кто-то вампир. То есть люди комплиментарно по карме сошлись, по закону равновесия. Посмотрите, да, кто рядом. Рядом более слабая карта. Значит, вот его вампирят, и он может оказаться, этот человек, жертвой. Один человек другого порабощает. Это вот такое рабство. Работа тоже в некотором роде может быть или созависимостью, или рабством. В работе проигрывается как такая, да, зависимость. Кто-то так к деньгам хорошему, что понимает, что нельзя с этим работать, но работает. Дьявол, его очень много в финансовом секторе. Кажется, может указывать на финансовый сектор. На бирже, на банке. Может указывать. Если рядом пентакли, то финансовый сектор. Однозначно покажет. Такое, да, порабощение может указывать. Опять же, если рядом негативные карты, порабощение и созависимость. Человек не может старое бросить, отпустить, постоянно думает об этом, плохом думает. Может думать даже о месте через дьявола. Кому-то вот месть делать. Особенно, если человек ушел, и надо смотреть, есть ли там месть. Вот месть может идти через дьявола. Например, в отношениях один другого бросили. Кто, да, кто кому хочет отогстить. Надо смотреть, в какую сторону месть направлена. И месть может получиться ведь по этой карте. Но потом тоже карма, да, а бумерангом-то прилетит. Если у вас такое попалось, отговаривайте клиента от какого-либо вида мести, потому что дьявол заставит за все это платить. Ну и по работе, конечно, может дать успех в какой-то степени. Но да, знаете, что расплата-то будет. И причем по дьяволу расплата не скоро приходит. Люди вседозволенно позволяют себе делать то, что нельзя, знать, что нельзя. И видят, что им бумеранг не прилетает и дальше продолжают делать. Это опасная игра, она затягивает. И тоже, кстати говоря, в такой созависимой затягивает. Человек привыкает грешить, а потом не понимает, когда прилетает бумеранг, что же с ним происходит, почему с ним так вселенная поступила. Вот поэтому когда-то давно, да, или человек позволил и уже долго так себя ведет. Итак, переходим к следующему аркану. Башня. Что мы видим на этом аркане? Разрушение. Башня всегда разрушительная карта. В основном она показывает психологические, внутренние, душевные моменты, что все, что мешало раньше двигаться, наконец-то разрушено. И помогает людям с этими надломами разобраться. Мы видим на этой карте, что Око Божье взглянуло туда, увидело весь тот беспредел, который творится. А это напорная башня психиатрической больницы у Адрика Валенса. И видим, что этот взгляд туда упал, и все стало разрушено. Мы видим, что один человек закрывается оттуда, выпал, да, он в беззащитности. Видим, что другой сам выбросился, потому что он пытается сбежать оттуда. Иногда карта у меня проигрывалась, вот как какие-то войны действия, теракты. Теракты, связанные со взрывом зданий в башне. Какие-то травмоопасные моменты может показывать карта. Опасность. Что вот какое-то ранение в таких травмоопасных моментах. В бизнесе какой-то рейдерских захват или разрушение бизнеса. Само по себе. От властных структур тоже. Если рядом правосудие и сила, то да. Войну противостояния может через силу показывать. Прям война это башня и ее сила. С одной стороны, конечно, карта нехорошая. Много опасностей в себе тает. Секса нет, любви нет, разрушено отношение. Кто высоко залез в бизнесе, добрался, тому больнее и тяжелее падать. А кто-то пытается спастись, поэтому сам выпрыгивает. Тоже могут быть такие суицидальные наклонности у человека. Потому что это надлом, надрыв, процесс, завершение. С психологической точки зрения. Ну, это все разводы. С психологической точки зрения может говорить о том, что человек сам к этому шел. Сам это разрушил. Сам оттуда выпрыгнул. Сам своими действиями создал эту ситуацию. Что хорошего в этой карте может говорить о том, что все, что не нужно, было разрушено. Не нужна психбольница, водонапорная башня, вообще психбольница не нужна. Хорошо, что мы сбежали из этой психушки, она разрушена. Поэтому должно быть нечто, что мусор убирает. Скажем так, это аркан осенизатор вселенной, что оно этого не должно больше быть. Как-то надо с этим справляться. Куда-то мы же мусор убираем, куда-то его надо девать. На мусорку отвозят на свалку. Вот этот аркан об этом. Иногда эта карта, если люди спрашивают про недвижимость, будет ли покупка недвижимости, могут показывать, что да. Поэтому не опасайтесь, кто-то спрашивает, куплю ли я там свой дом. Кто-то спрашивает про это. Если вы по этой колоде смотрите, то это не значит, что все разрушится. Потому что карта может показать, что будет переезд. Вы хотите купить квартиру, дом, чтобы жить и сбежать из какого-то дурдома, и будет переезд. Потому что это все-таки связано с недвижимостью, с домами, с какими-то небоскребами. Редко, но бывает, что так проигрывается. И вопросы такие нечастые. Куплю ли дом, квартиру. Не такие частые эти запросы. В плане отношений мы уже выяснили, что тут все. Характер такого развала. И в плане работы тоже характер развала. 17-й аркан у нас звезда. Переходим к звезде плавно. Звезда у нас тут сидит. Она, с одной стороны, у нас тоже льет воду. Такой водолечек вечности всегда льется вода. Несекаемый источник творчества. И у нее так волосы у этой женщины к звезде тянутся. Туда, куда-то в космос. Оттуда, откуда-то из воды, из космоса. Откуда мысли у нас приносятся с моря. Льется, фонтанирует источником энергии. Какой-то такой творческой, экзальтированной, красивой. Указывает это звезда на художников, музыкантов. Таких личностей звездных. Или звездных, или как минимум таких творческих. Так как у звезды тут волосы, как антенны такие, которые принимают все вибрации космоса. То по звезде можно сказать, что прислушивайтесь к своей интуиции. Для отношений карта. Один на другом мечтает. Или если есть отношения, рядом уже показывают вас как пару. Или для кого вы смотрите, для клиента. Если показывают как пару, то могут показывать на то, что кому-то важны клубы, рестораны, богемная жизнь. Кому-то пирожки с картошкой. Кто-то, может быть, один или другого более неотесан. Или этот слишком возвышен. Человек или женщина, или мужчина. Какая-то такая возвышенность появляется в отношениях. Дома срач. Тут возвышенные какие-то чувства. Потому что это не важно. Может быть, даже и кекс не важен. Важно состояние богемной жизни какой-то. Бывает так, проигрывается. Или у кого-то такие большие запросы. Хочется богемной жизни. А кто-то более простой, как три рубля. Смотри, кто рядом. Какой аркан рядом. Если он такой более простой, даже по виду кажется вам. То, знаете, да. Кто-то тут, может, даже зазвездился. В плане девиации это проявляется. В плане работы. Работа может быть связана с концертами, ивент-агентствами, с договоренностями, с такими давными площадями. Организация массовых мероприятий. Работа с такой крупной общественностью. Издательства какие-то. Для работы это хорошо. Человек идет к своей мечте, слушает голос, своей интуиции. Для работы, в целом, для финканала звезда хорошо. Но далековато. Если говорить о том, что есть звезда по имени Солнца, она близко, она греет, то эта звезда такая, какая-то далекая мечта. Но зато человек этой мечтой живет. Он будет жить, он всегда будет хотеть жить. Он точно не захочет саму выпилиться из этой жизни. Точно он, благодаря своему творчеству, неиссякаемому потоку энергии, исправится. Но так как у нас талант и психопатичное состояние, это монеты с двумя сторонами, если не будет золотой середины, и человек слишком много будет погружен в это состояние возвышенной экзальтации какой-то, не будет как-то иногда на земле стоять, будет летать, как воздушный шарик, никто его не будет одергивать, то будет показывать на какие-то неравномешанные психологические состояния. Что-то там с призвездинкой, сам себе на уме человек, что-то у него тоже непонятно. В девиации может вот так проявляться. Надо смотреть, насколько он, этот человек, в эту ситуацию погрузился. Там ли он уже, или все-таки он в хорошем состоянии, в хорошем положении. Следующий аркан, у нас аркан Луны. Что мы видим на карте? Мы видим, как из Луны, как будто из глаз, ниточки выпадают и управляют королем и королевой. У них двойственные лица, они борются на противоположности внутри, борются такие противоречивые за хорошее, за плохое. Ими управляет Луна, они могут управлять друг другом, такая взаимная манипуляция, они как марионетки в этом театре, как будто они сами собой не управляют, свои эмоции не могут сдерживать, может быть, какой-то эмоциональный накал у людей происходить в процессе Луны. Вы сами знаете, как Луна может влиять, как будто сны снятся, кто-то, наоборот, не спит в процессе Луны, кто-то там луна, тит, да, сильное влияние Луны. Луна может давать как им ясновидение, так и психологические заскоки. Отношения по этому аркану. Мы видим манипуляцию, созависимые, манипулятивные могут быть. Она сказала вот это, а я ей тогда вот это скажу, ага, он сказал вот это, тогда я вот это, и вот это взаимное какое-то передергивание, и люди уже настолько заигрались этой манипуляцией, что могут не любить, они же вот люди, а что отношения? Или обман есть в отношениях в таким образом, потому что один другому там говорит, манипулирует за ниточки, дергает, что-то там рассказывает не то, неадекватное, да, это меня кошка на улице поцарапала, поэтому я вернулась в 3 часа ночи. Женщина, с одной стороны, хочет верить, но с другой стороны, это все иллюзия. В общем, об этом нам бывает такое. Какие-то небылицы человек несет, может быть, неадекватные. Если есть отношения, эти отношения, понятно, только этим двум людям, они могут быть какие-то странные, тоже с призвездинкой. Почему они так себя ведут другим людям со стороны, даже может быть непонятно. Причем они на показуху не играют, они действительно вот так вот искренне в заблуждении находятся. Человек может нести бред по этой карте, не совсем адекватные разговоры, непонятные, неконструктивные, не структурированные. Какой-то просто поток информации может выдавать человек. по работе какие-то серые схемы дает, может быть, обман какой-то, может быть, неправдивая информация о запросе. Если это запрос о работе или получится или не получится, будьте аккуратны, там какая-то неправдивая информация. Сейчас там все это или вскроется, рядом смотреть надо арканы последовательно, во времени вскроется ли там обман или нет. Но вообще всегда, что в раскладах, что в жизни, тайны, рано или поздно всегда становятся яны, только надо смотреть период, когда долго, да, там или нет. Три карты, если, например, у вас три месяца выходит, то можно смотреть и дальше, да, правда докапываться, когда же это будет известно или как нам докопаться до какой-то истины. Об этом может говорить аркан. Также взаимная манипуляция тут выходит за края любви, за рамки любви. Нету любви по такому раскладу. Или любовь такая есть, когда вот люди как бы живут с иллюзиями в любовном бреде друг от друга, но когда они рядом как бы и не нужны друг другу, такое бывает. Такое в раскладе проявляется, как бы вот такой, да, такие бредовые какие-то отношения. Люди тоже могут не подходить друг к другу, кажется, что они несовместимы и просто вообще удивительно, да, почему это происходит, из-за чего, да, каким путем их судьба вот так объединила, какую карму они должны отработать, даже прямо интересно становится. Какую карму, почему луна, почему аббана, почему друг друга обманывают или манипулируют. Смотрим дальше в раскладе, если вам интересно, то будете уже задавать эти вопросы и проговаривать их с вашими клиентами. Следующий аркан у нас это аркан солнца. мы видим здесь, как у нас солнечный диск, на солнце вышли два сгорелых человека. Они открытые, они любят солнце, солнце любят их, они не сгорают на солнце. Они радостные, счастливые, они позитивные, они находятся в центре внимания, все их любят вокруг, они всех любят вокруг. Полная открытость, идея и гармония. Также солнце после луны проливает свет на те скрытые мотивы, которые были в луне. То есть, если вы задаете вопрос, когда что-то прояснится, ну вот, если сразу выходит солнце, то довольно скоро. По отношениям карта замечательная, всяк замечательной, взаимообратная связь, энергия, открытая, яркая, страстная, добрая, теплая, радостная и счастливая. Счастье есть, вот оно через этот аркан идет. Показывает аркан единство всех процессов, на всех планах. То, что вот оно одно такое единое целое, солнце, мысли позитивно, позитивно будет. Хороший аркан для отношений, для работы, белая работа. Работа может быть связана с чем-то светлым, с чем-то добрым. Это может быть любая работа, если она в вашем предназначении стоит. Карта конкретно не указывает, где здесь можно работать. Может быть, даже иногда и не работать, но вот кто-то лежит, загорает, и какой-то блок ведет. Может и так проигрываться, да, такая работа хорошая, в плане того, что вот она вам идеально подходит. Поэтому в своей колье стезе, белая зарплата, повышение ждет, все будет, все хорошо, деньги тоже будут, все решится, все разрешится. Это ваше предназначение, вы от этого испытываете счастье, радость, значит, все и в жизни тоже будет радостно и хорошо. Что в отношениях, что в работе. Так же по девиации, да, тот человек, ну, слишком такого, может быть, высокого полета, с манией величия, он весь такой, из себя, все в говне, я на коне, редко может указывать на такое состояние, надо смотреть, что рядом с этим арканом, подтверждает ли мания величия другие арканы, унижает ли просто своим поведением, своим состоянием, своей манией величия один человек другого. Может быть, кого-то обижает манией величия, а кто-то говорит, да ладно, у него мания величия, я пойду отсюда, просто рядом меня не будет, и все, пусть он сам собой остается с этой манией величия. Иногда указывает, но это очень редко бывает, если конкретно есть запрос на эту тему. Ну, в принципе, очень коротко рассказала о аркане солнца, он самый замечательный, и тут практически нету девиации, он самый добрый, самый открытый из всей этой темной колоды. Единственное, что тут может с подсознанием быть связано, это единство противоположностей. Вот с Гермесом, то есть с Мегистом связано, что на всех планах это происходит, что мы часть одной целой энергии, что мы плохое сделали, вот нам в этой жизни плохое, там и о карме тоже, да, затрагивается, колесе самсхары, рассказывается, да, вот просто другими словами о том, какие вибрации, да, получается, что мы есть частью вот этого единого на всех уровнях, и что если у вас сейчас солнце, значит, вы это солнце заслужили, вы заслужили быть частью вот этого единого целого. Итак, следующий аркан у нас, аркан страшного суда, карта пробуждения, карта говорит о том, что труба зовет, ангел будет всех, тут восстание просто из могил происходит, в прямом смысле этого слова, мы видим, что ангел, который остался здесь на земле, он следит за людьми и будет их душа, пробуждает, карта аллегория на то, что мы спим, наши души спят, и надо нам пробудиться. Для отношений карта, с одной стороны, может быть хорошей, если человек запрашивает, будет ли возобновление, возобновление, если рядом хороший аркан, может быть, по этой карте, будет ли возобновление отношений. Если весь расклад хороший, но если нет, вообще карта такая, божественная, эзотерическая, переход на новый уровень, когда душа пробудилась. Отношения по этой карте могут быть, но они такие, духовно возвышенные. Человек уже перешел на другой уровень, ему отношения не особо-то ему нужны, он сам себя любит, отношения для себя, для духовного роста такие, они тоже, кстати говоря, как со звездой, не всегда может быть интим по этим отношениям, главная духовная связь. Кармическая карта такая, если люди связаны друг с другом, суждено им быть вместе, вот они по этой карте, если рядом хорошие арканы, связаны. Чем связаны, почему такая карма, благоприятная ли эта карма, их совместная, по закону комплементарности, их соединила, как, за счет чего, почему их души вот такие, пробудились ли они или не пробудились. Если этой карты нету, то он может быть там и пробужденной души, особенно после аркана дьявола. Иногда карта, да, хорошая, говорит, что да, есть отношения, что отношения могут быть, отношения возвышенные. А иногда может сказать, что, ну нет, ребят, новый уровень, да, особенно после башни, после карты смерти, человек выходит на новый уровень, учится заново жить, любить себя, сам собой проводит время, занимается эзотерикой, самопознанием, йогой, такими вот моментами, да, вот так вот, его повернуло, жизнь, судьба, да, судьба повернула колесо, может быть, колесо фортуны, и привело вот в такое состояние, что вот судьба сейчас занимается самопознанием и пробуждением души. Для работы, что карта дает? Изменение работы, тоже выход на более крутой, качественный уровень. Человек начинает выполнять свои предназначения. Может быть, это его духовное предназначение, кормить людей. Он ресторан свой открывает, и поэтому у него духовное и социальное предназначение, как бы, вот, срослось в одно. А может быть, кто-то доставляет, да, доставщик. Его социальное такое предназначение, он в служении находится. Кто-то там, воспитатель, служит, да, детям, о детях заботится. Кто-то, учитель, преподаватель. Значит, надо знания отдать. Такой более качественный духовный уровень, когда человек понимает, что он здесь, ну, не то чтобы ради денег, да, ради своей судьбы, ради служения, ради выполнения своего предназначения. Он от этого кайфует. Ну, и деньги, естественно, заодно получают. Это когда есть от этого рост профессионализма, но мой качественный уровень не даст обязательно деньги, человек ни в чем не будет нуждаться. Поэтому и для отношений, да, более качественный уровень, выход на более качественный уровень, это хорошо. Карта показывает, что человек справился с башнями, с психологическими надрывами, особенно если она выходит в финале, да, в конце, что это новый уровень, к старому мы не вернемся, одну реку дважды не войти. Карта хорошая в этом плане. Но и для работы она тоже говорит о том, что все будет хорошо. И в отношениях тоже говорят, что все будет хорошо, просто показывает, каким образом, через какое такое пробуждение, каким образом оно будет происходить. И мы плавно переходим к последнему аркану, аркан-мир, старшего последнего аркана. Что мы видим на карте? Мы видим русалку, которая окружена хатаническими чудовищами, змеей-уроворосом, дельфинами. В общем, такая карта действительно вселенского мирового масштаба, что не только этот мир существует, но и другой, потусторонний, и мы все принимаем на этой энергии одного и того же, особенно вот после перехода на новый уровень, после аркана страшного суда. Здесь мы видим русалку, которая держит в руках огни. Карта призывает зажигай. Такое вселенское состояние, благополучие внутреннее, любовь к себе. Человек познал себя, познает дальше мир, он все больше и больше расширяется. Карта советует не гнобить себя, как вот уроворос, который поедает себя, поедая себя, он создает новые миры, потому что старый как раз разрушает, пока себя есть, есть эта энергия. Энергия суть одного, просто она трансформируется. Поэтому не надо себя за прошлые ошибки добить, надо научиться просить прощения, прощать. Карта мира, она об этом, так как русалка еще, она такая неоднозначная личность, кто-то говорит, что они хорошие, кто-то плохие, да, разные сказания на них написаны. И рядом хтонические чудовища, тут тигролев, который дает защиту, и такой красный козли, который дает хитрые советы, как в этом мире выжить по этим законам. Карта для отношений может быть хорошее, примирение может быть, особенно если рядом хорошие арканы, может быть такое официальное примирение, да, но человек дальше к себе не пустит, тоже надо смотреть, подтверждает ли это рядом соседние карты, потому что может показывать, что ну мир миром, да, вот обид по расписанию, я как бы простил, простила, я вселенская такая личность, а вот дальше доверять не буду. Если рядом хорошие карты, то карты можно говорить о восстановлении отношений, потому что тут идет парность вот этих хактонических чудовищ, ну они как бы вот рядом друг с другом, но и сидят попой друг к другу, ну и смотрят вроде как не совсем в одну сторону. Такая полнота жизни. Карта может указывать на мирное существование долгих отношений, таких умудренных опытов, где люди тоже друг друга познали, сами себя познали, понимают, что не стоит разводиться, потому что новые отношения будут об этом же, они будут точно такие же, там мужчина должен защищать, женщина должна там любить, дом уют создавать, если мужчина не дает защиты, то женщина будет капризничать, требовать там денег, да, все будет то же самое. Это вот взгляд просто с другой стороны на то же самое. Поэтому все друг другу подходят. Если возникает ощущение, что вот мы там не подходим друг другу, это неподходящая карта, ну на самом деле нет. В мировом вселенском масштабе все друг другу подходят. Вот тут как люди поработали друг на другом, так мирно и живут, и сосуществуют. Может быть даже в разных комнатах, может быть даже как соседи, такие любящие друзья, спят в одной кровати, но мирно. И за счет этого они естественно счастливы, они не ссорятся, они друг друга знают, как облупленных, стараются друг друга не гнобить и сами себя не гнобить за то, что так происходит. Ну вот как есть, да, живут, принимают, в принятии, такой очень глобальный смысл в этой карте кроется. Но если с обывательской стороны посмотреть, да, мирно живут, да, хорошо, да, отношения хорошие. Если был разрыв, да, восстановление отношений может быть, но оно уже будет там в другом качестве. Для работы, что может дать? В работе может дать отношения на расстоянии, потому что мир, да, там кто-то один на одном конце провода, другой на другом, тут вот провод этот ураборос, общение на расстоянии, может быть, могут быть командировки дальние. Также по миру отношения могут быть такие, что люди могут быть на расстоянии, особенно если рядом колесница. Подтверждается мир, подтверждает это расстояние, земля круглая, где-то там в разных точках соединенность какая-то. Происходит. Итак, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь, колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Если вам интересна тема обучения, обучение Таро бесплатно, пишите в комментариях, что вы ждете продолжения, или хотя бы для взаимообмена энергии, пишите. Принимаю с благодарностью, а я жду вас на личных раскладах, консультациях. Пока-пока.